Предприятия и организации Могилюшины начали предлагать больше вакансий на 1 лепень и зафиксировано за 4800, например, в областном центре заявленных вакансий больше за 1500. Те, кто не находится в себе в предлаганных рамках, звертаются по субсидии и начинают властный бизнес. Про умовы и мягчимости – наступный материал. Для тех, кто собирается начать властный бизнес, субсидии вариант довольно интересный. После обороны бизнес-плана, увы, не кустануча грошения, держава, по сути, набывая прационное место и не просит вернуть выдаткованное на него гроши. Требу только показать, на что их потратили. Все лето на Могилюшине 157 человек вырешили, миновито таким чином, стартовать в малом бизнесе. Цекало, что 50 из них – это жаншины. Самой популярной сферой прикладания властных таллинтов до сёль застаётся сфера послуг. Это будауниство, рамон, тауто и индустрия прохожостя. Сергей Гаурыленко властный бизнес распачал полторы годы тому, после вертания у Могилёв. Одразу стал на улику Центра занятостей, пропоновал проекты и отримал субсидию. Теперь он уладальник салона прихожостя у Центра города. Ощутимая польза в поднятии этого бизнеса государство создало. Ощутался за целевое использование этих средств, которых никаких сложностей нет, ничего, никакого страха, ничего. Ну, всё чисто, открыто и доступно. Субсидии на открытие бизнеса выдаются 11-кратным по мере прожиточного минимума. Это альтернатива. Для тех же, кто отдаёт перевагу, так бы мовить, классицы, знаёмый вариант працевладкования. Сегодня имеются вакансии, порядка 1700 вакансий, которые представлены 150 организациями города. Значит, самая высокая зарплата у нас в отрасли финансовая деятельность, это более 1000 рублей. Самая низкая сегодня это предоставление услуг, это гостиницы, рестораны, более 400 рублей. С 6 тысяч человек, что звернулись в службу занятости Могилёва с початку года, 3,5 тысячи знайшли працу. Самыми запотребованными застаются специалисты у сферы гандли и послуг промысловости и сельской господарки. Седа Каспарова, Миколай Соболю, Александр Тарасов, Новины, Регион. Субтитры создавал DimaTorzok